Почва для голубики садовой. Дачный участок под голубику, место посадки, земля, кислотность и техника посадки. Дачный участок и результат вложенных усилий и времени. Получить полезную и вкусную голубику на своем участке можно, предварительно правильно выбрав место посадки, подготовив почву и удобрение. Место посадки голубики садовой. Открытое, освещенное, в тени голубика растет, но совершенно не плодоносит, поэтому посадка будет проведена впустую. Освещение для формирования соцветий и ягод рассеянное, постоянное. Место посадки защищено от сквозняков и ветров, чтобы не ломался куст. Зона посадки определяется кислотностью и структурой. К примеру, если высадить ягоду на земле 6,PH, то кислотность будет недостаточной для голубики, нужно понижать до 3,5PH. Кислотность почвы можно отследить, как по реакции голубики в саду, например, у ягоды будут бледно-зеленые листья и мало ягодок, либо узнать кислотность почвы подручными средствами, о чем мы писали раньше на сайте.инф. Почему кислотность так важна для голубики? Микориза, гримсибиот, ускоряющий формирование корней, не работает в нейтральных и щелочных грунтах, значит, не происходит развития. Где растет голубика в России, читайте на сайте. Дополнительные критерии выбора. Не садить на участки с близким залеганием подземный ход. В местах с переизбытком влаги корни отмирают. Удобрять почву перед высадкой, периодически подкислять. Не сажать после клубневых овощей, особенно картошки. Не вносить свежую органику. Почвенная смесь для голубики садовой. Смесь торфа, хвойной земли, опила, песка. Можно оставлять несколько ингредиентов. Торф и песок в одинаковом соотношении, что даст хорошую кислотность и воздушность почвенной смеси. Неразумным будет закормить ягоду при посадке. Поэтому откажитесь от программы максимум и создайте базовые условия для адаптации. Затем начинайте постепенно вносить удобрения, время трения проверяя кислотность. Посадка голубики весной с саженцами детальнее описана на сайте. Чем когда подкормить голубику садовую? Помимо подкисляющих компонентов вводят минеральные смеси. Но и полностью отказываться от органики в свежем или переплевшем виде не надо. Чем подкормить? Удобрения для вересковых, минеральная смесь, азот, калий, фосфор. Мульчирование торфов или хвой. Раствор на 2 чайных ложки лимонной кислоты на 3 литра воды. Подкислить почву для голубики можно яблочной кислотой. Использовать столовый 9% уксус на 10 литра воды по 200 мл. Чем еще окислить почву под голубику, также поделились на сайте. Почву для голубики можно сдобрить универсальными препаратами азофолоска, фертика или другими доступными в вашем огороде. Обязательно пролить водой прикорневую лунку перед тем, как добавлять ингредиенты. В начале весны вводят купрозан, раврау и бордосскую жидкость для профилактики болезней и вредителей. Помните, что необходимо чередовать просушивание полива под кормку с периодом отдыха. Почву на смесь дополнительно можно подрыхлять, улучшая рацию, а также закрывать на зиму, чтобы согреть корни, защитить прикорневую зону и уберечь от вредителей. Чем и как вы подготавливаете почву для голубики садовой? Пишите в комментариях. Продолжение следует...